Наши корреспонденты в преддверии Нового года решили узнать, каким же будет 2015-й, что принесет казахстанцам символ года – синяя деревянная коза. О нраве хозяйки и о том, как угодить ей, расскажет Ардак Камал. В Алматинском зоопарке к Новому году готовят виновниц праздника. Здесь обитает сразу 22 козы, а половина из них декоративные. Но среди всех по-настоящему популярными стали Мачо и Мартин. Друзья с рождения, они и на камеру реагируют одинаково. И хотя этому животному излишнее любопытство не свойственно, эта парочка уже стала любимой среди посетителей и журналистов. Об особенностях декоративных коз рассказывает зоотехник Руслан Шаримбаев. Их отличие от домашних коз в том, что они маленькие и декоративные, а их молоко и мясо пригодны для питания. Козы рожают два раза в год, они привыкают к любым погодным условиям, их можно держать дома, на балконе. Также они очень активны и не выносят одиночества. На завтрак и ужин Руслан Шаримбаев приносит животным сено, а в обед балует овощами. Ведь известно, что любимое лакомство любой козы, будь то домашней или декоративной, это капуста. Карликовые камерунские козы очень приветливы и легко дрессируются, поэтому их можно содержать в городской квартире. А на даче им можно найти применение в виде газонокосилки, потому что из-за слабых челюстей они очень ровно и аккуратно скашивают траву. Данный вид появился в Африке и стал популярным по всему миру. Они очень эмоциональные, такими же будут и люди в следующем году. Коза символизирует партнерство, поэтому возрастет число счастливых браков. А дети, рожденные в это время, будут весьма талантливыми. Год опасен большими финансовыми затратами, поэтому надо обдумывать каждую покупку. Советует астролог Станислава Бояркина. В следующий 2015 год он продолжит все-таки напряженное состояние, которое было и в 2014 году. Нужно больше, наверное, учиться обходить острые углы в отношениях, потому что эмоциональный фон в этом году будет очень высокий. Коза капризная, и люди могут менять свои решения. Настроение может меняться каждый месяц. Коза благосклонна к инициативным людям. Нужно отгонять от себя плохие мысли и избегать корыстных поступков. Добродетелям и творческим людям в новом году непременно повезет. Успешными станут и те, кто работает в социальной сфере. Ну а в целом же 2015-й принесет удачу всем, кто решится на перемены.